Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Рост объема инвестиций, поддержка бизнеса и жителей, благоустройство общественных пространств, строительство дорог и социальных объектов. Глава Самары Елена Лабушкина выступила перед депутатами с отчетом о результатах работы городской администрации за 21 год. 5000 участников из 85 регионов России и стран ближнего зарубежья. Как прошло масштабное закрытие юбилейного фестиваля «Всероссийская студенческая весна». Года пролетели минутой одной. Был первый звонок, а теперь выпускной. Во всех школах города сегодня прозвучали последние звонки. О стилягах и о двухтысячных, советском мороженом, кассетах и областинках на костях. Самарцы стали участниками спектакля «По дороге на Бродвей». Стальные лисы снова в Самаре. В столицу региона с казанского женского турнира по хоккею наша сборная вернулась с победой. Социально-экономическое развитие Самары остается устойчиво. Растут объемы инвестиций и промышленного производства. Пополняется городской бюджет. В областной столице благоустраивают общественные пространства, строят дороги и социальные объекты. Основные показатели работы городской администрации озвучила глава Самары Елена Лапушкина, выступая с отчетом перед депутатами городской думы. Мэр подвела итоги сразу за четыре года работы. С подробностями Светлана Кудрявцева. Экономика Самары, преодолевая последствия пандемии, адаптировалась к новым условиям и в 2021 году вышла на траекторию роста. Активно реализуются национальные проекты, благодаря которым изменения происходят во всех сферах города. Об этом рассказала глава Самары Елена Лапушкина. Она выступила перед депутатами Гордумы с отчетом за прошлый год, а также озвучила итоги работы за те четыре года, что и является мэром города. В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано более 66 километров дорог. Общий объем финансирования составил 2,3 миллиарда рублей. Список формировался с учетом не только состояния уличной дорожной сети, предписания надзорных органов, но и пожелания жителей. С 2017 по 2021 годы в Самаре доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась в два раза. В промышленном комплексе Самары функционируют 198 крупных и средних предприятий, на которых трудятся 84 тысячи человек. За пять лет в экономику города направили 442 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. Доходы муниципальных предприятий с 2018 года устойчиво росли и к текущему году достигли 12 миллиардов рублей. Приоритетным направлением расходов в 2021 году являлось финансирование социально значимых отраслей. Очередь в детские сады за четыре года удалось снизить на треть. Создано более шести тысяч дополнительных дошкольных мест, в том числе более четырех тысяч мест для малышей до трех лет. Построили пять новых детских садов, ввели в эксплуатацию две новые школы. За четыре года отремонтировали 158 образовательных учреждений. На это выделили из местного бюджета свыше миллиарда рублей. Привели в порядок более 30 объектов физкультуры и спорта. Жители Самары в общей сложности получают 69 мер социальной поддержки. Глава города отметила, что 29 апреля был принят новый генплан города, что имеет важное для Самары значение. За прошедший период изменились подходы к принятию решений в области градостроительной политики. Все больше и больше в принятии таких решений принимают участие жители. Полагаю, что это является основным смыслом и целью местного самоуправления. В диалоге с жителями власти ищут решения по сохранению парка 60-летия советской власти. Самарцы также принимают участие в благоустройстве города, выбирая территории для будущего преображения по программе формирования комфортной городской среды. В Самаре в общей сложности по разным программам благоустроено 47 общественных пространств, среди которых такие знаковые объекты, как сквер Фазеева в Октябрьском районе, Крымская площадь в Железнодорожном, сквер Кирилла и Мефодия в Промышленном, бульвар Металлургов в Кировском, сквер на пересечении улиц Аврора и Аэродромной в Советском, сквер Речников и Ерик-Парк в Куйбышском, сквер Овчарова в Красногринском и другие. Кроме общественных пространств, за четыре года отремонтировали более 500 дворов. В Самаре строится новое жилье, продолжается расселение жильцов из аварийного фонда, выделяются немалые средства и на сферу ЖКХ. Мы видим, какая динамика положительных изменений. Взять любую сферу деятельности города, его большого хозяйства, значит, у нас есть везде движение вперед. Работа проведена огромная. За это время действительно на четверть приросли доходы бюджета, причем, что очень важно отметить, это собственные доходы бюджета, то есть на налоговые сборы и все, что с этим связано. Также снижение муниципального долга ведет к уменьшению расходов на его обслуживание, что тоже положительно сказывается на доходные части бюджета. Наш бюджет сохраняет свою социальную направленность всегда. Мы выполняем все социальные свои гарантии, которые мы обязаны выполнять перед жителями. Депутаты единогласно приняли отчет главы города Елены Лапушкиной, поблагодарили администрацию за успешную работу и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Константин Головин. События. В Самаре состоялась торжественная церемония закрытия масштабного 30-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Он стал рекордсменом среди творческих проектов России. Финальная церемония прошла в Ледовом дворце. Кто получил гран-при, выступая на гала-концерте и где пройдет следующий фестиваль, увидел и узнал Максим Магомедов. Почти 5000 участников и более 1300 конкурсных работ. С таким итогом завершилась 30-я юбилейная студенческая весна. Это грандиозное событие собрало в Самаре студентов из 85 регионов России и 9 дружественных государств. В Ледовом дворце прошел гала-концерт, на котором лучшие участники фестиваля смогли вновь выступить перед многотысячной аудиторией. Первый руководитель администрации президента Сергей Кириенко высоко оценил организацию и формат проведения студвесны, а также поблагодарил Российский союз молодежи губернатора Дмитрия Азарова за то, что фестиваль прошел в максимально открытом формате. Студвесна мне очень понравилась. Знаете, я считаю, что в этом действительно такая историческая справедливость, что через 30 лет Студвесна вернулась на свою родину историческую. Когда-то здесь, на Самарской земле, проходил первый фестиваль студенческая весна, и то, что 30-й прошел здесь же, я считаю, что это очень правильно. Ну и второе, он не просто вернулся на историческую родину, он вышел на такой совсем новый уровень. За время проведения фестиваля конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей. А фестивальные городки собрали вокруг себя аудиторию более 650 тысяч человек. Губернатор области Дмитрий Азаров отметил, что самарская земля на эти дни была пропитана энергией молодежи, и все гости, уезжая, унесут с собой частичку самарской души. Колоссальный драйв на улице города. Мы действительно задумали, предложили, и спасибо, что нас Российский союз молодежи поддержал, чтобы вот как Волга выходит из берегов по весне, так и Студвесна выплеснулась из помещения на улице города. И мы получили такой молодежный студенческий фестиваль. В орбиту этой молодой творческой энергии были вовлечены практически все жители самарской школы, со всяком случае все, кто этого хотел. Председатель Российского союза молодежи Павел Краснорусский рассказал, что эта Студвесна уникальна по количеству заявок на федеральный финал, а также отметил рекордное количество участников. За время фестиваля объединилась вся творческая и инициативная молодежь, но на этом Студвесна не заканчивается. Мы в этом году впервые проведем еще отдельный фестиваль для студентов профессиональных образовательных организаций. Мы считаем, что это крайне необходимо давать возможность такого федерального фестиваля именно для категории студентов профессиональных образовательных организаций. Мы в этом году впервые провели трек российской школьной весны. У нас в этом году ряд запланированных еще активностей, опять-таки приуроченных к юбилею российской леннической весны. Во время церемонии закрытия были объявлены победители в направлении региональной программы. Третье место заняли делегации от Курганской, Воронежской, Нижегородской и Тюменской областей. Вторые места разделили между собой Республика Башкортостан, Ярославская, Кимеровская и Саратовская область. Победителем в номинации региональные направления стала Республика Бурятия и Пермский край. Гран-при получила Самарская область. Участница фестиваля от Республики Башкортостан Гульнара Байгузина стала лауреатом второй степени в номинации «Эстрадное пение. Авторская песня». Она уже опытная артистка. Для нее это третья студвесна. Музыкой занимается с 7 лет, но по образованию будет филологом. Говорит, выступление на студвесне помогло ей лучше прочувствовать смысл своей песни. Эта песня на самом деле о том, что очень важно, несмотря на то, что тебя разделяют километры, важно добиваться своей мечты. Я думаю, что эта тема очень тесная и очень сильно перекликается со всеми студентами, потому что со всей России люди съезжаются сюда, в эпицентр студвесны, чтобы завоевать новые награды, чтобы показать себя, чтобы обрести новые возможности. И я очень рада, что являюсь частью этого прекрасного мероприятия. В общем зачете по итогам решения жюри третье место занял Пермский край, второе – Самарская область, и победителем стал Красноярский край. Высшую награду в общем зачете получила Саратовская область. Участник команды из Саратова Вячеслав Архипов на глазах тысячной аудитории сделал предложение руки и сердца своей девушке Диане. В завершении программы на сцене выступил хедлайнер вечера группы «Авдэхэттерс». Максим Магомедов, Константин Головин. События. Сегодня во всех самарских школах звенят последние звонки. В школе номер 6 выпускники подготовили концертную программу для учителей и родителей. Поздравить выпускников пришла глава города Елена Лапушкина. Как провожали одиннадцатиклассников во взрослую жизнь, расскажет Максим Магомедов. В самарской школе номер 6 прозвенел последний звонок. Впереди выпускников ждут экзамены и поступления в вузы, но сегодня они празднуют свой выпускной. Разделили торжество с выпускниками их учителя и родителей, которые весь школьный путь прошли вместе с ними. Поздравила ребята глава города Елена Лапушкина. Она пожелала им идти к своей цели, несмотря ни на что. И мне бы очень хотелось, чтобы на пути к своей цели вы, кроме школьных и институтских знаний, взяли с собой такие понятия, как дружба, любовь, честь, благодарность, гордость и патриотизм. Поверьте мне, только человек наполненными этими чувствами может быть по-настоящему успешен. Поэтому я вам от души желаю, чтобы все жизненные экзамены вы сдавали только на отлично. Ребята, мы на вас надеемся. Для учителей и родителей ученики подготовили концертную программу, в которую вошли песни и танцы. Директор школы Светлана Кручинина поздравила выпускников со вступлением во взрослую жизнь и отметила, что строгости и требовательность педагогов были проявлениями любви. Теперь на пороге взрослой жизни мне, нам очень хочется, чтобы она у вас сложилась успешной. Чтобы вы стали, чтобы ваша профессия была вами любима и вы в ней достигли хороших высот. Чтобы вы стали хорошей опорой своей семье, своим близким, своим родным. Чтобы вы стали настоящими гражданами нашей страны и нашего города. И тогда мы будем вами гордиться. Егор Сапугольцев – любитель футбола, но ЕГЭ собирается сдавать по профильной математике, физике и русскому языку. Хочет поступать на теплоэнергетический факультет. Говорит, школа подарила много друзей. За 11 лет я научился в этой школе тому, что самая главная в жизни – это дружба и держаться друг за друга. И после школы, конечно, хочется поступить в ВУЗ, который хотел сдать хорошие экзамены, и дальше идти своей дорогой и сдаваться. В завершении праздника школьники станцевали вальс, после чего в знак благодарности подарили своим учителям букеты цветов. В финале хор из нескольких классов исполнил прощальную песню. Максим Магомедов, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 73 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 44 человека. Число заболевших в регионе – 383 647 человек. Такие данные во вторник 24 мая опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 101 человек. Оригинальный подход к театральному искусству предложил самарцам режиссер Артем Устинов. Он создал звуковой спектакль, в котором зрители не сидят в зале, а принимают в нем активную часть и гуляют по улицам по специально выстроенному маршруту. Как родилась такая идея, расскажет наш корреспондент. Спектакль режиссера Артема Устинова играет в разных российских городах и за рубежом. Его ценят за оригинальность. Новая идея воплотилась в Самаре на известных городских улицах исторического центра – Куйбышева и Ленинградской. История по дороге на Бродвей отправляет зрителей в прошлое нашего города. От 60-х до нулевых, когда неформальная молодежная тусовка, так называемые стиляги, пытались проявлять индивидуальность в одежде, искусстве и взглядах на жизнь. Мы хотели рассказать о том времени, когда это место, улица Куйбышева, была не просто главной улицей города, но главным улицем молодежной тусовки. Такой немножко нелегальной, немножко опасной и колоритной. Это про молодость и про то, что этот человек, интервью которого мы взяли, он сохраняет эту молодость себе до самого конца. Это сейчас Владимир Емец – уважаемый самарский фотограф, член Союза журналистов России. А в молодости – Куйбышевский стиляга. В спектакле он главный герой и исполнитель своей же роли. Говорит, ничего не приукрасил и ничего не утаил. Куйбышев 60-х, 70-х годов для зрителя как на ладони. Я на этих улицах вырос, гулял. Ну, о чем мы гуляли? Телевизоров не было, дежинка рядом. Мы на танцы туда ходили. Это стихийное было движение. Это неформальные движения, ну, неформалы. Они стихийно возникали в группе студенческой молодежи, научной молодежи, старших классников, спортсменов, таких из хороших семей, культурных. Но властям это не нравилось. Воспоминания Владимира Емица чередуются с историями актера Сергея Бережнова. Его молодость приходится на 90-е. Время иное, но тусовки и взгляды на жизнь двух поколений идентичны. Путешествие в прошлое длится 50 минут. От сквера Тревяза до сквера Владимира Высоцкого и площади революции. Зрители слышат и видят спектакль при помощи телефона и наушников. И это не единственный новый спектакль, который могут увидеть театралы. Следующие два проекта у нас выпускаются в августе-сентябре. Мы продлили немножко срок реализации проекта. Это будет проект в Самарте, не вижу текста. И это будет проект в Орском государственном театре, комфорт-поинт. На необычную премьеру по дороге на Бродвей продали несколько десятков билетов. На второй показ места уже забронированы. Спектакль-подкаст будут показывать в Самаре все лето. Проект удалось реализовать благодаря конкурсу молодой режиссуры «Рупор-63» при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Самарской области. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Быстрые, ловкие, сильные и выносливые в Самаре любители спорта пришли на весенний фестиваль ГТО, чтобы сдать нормативы для получения своих знаков отличия. Навыки атлеты показывали в беге, силовых упражнениях и стрельбе. Подробности расскажет наш корреспондент. На фестиваль ГТО учитель физкультуры Василий Дюнаев пришел вместе со своими учениками. Помогает им провести правильную разминку, подсказывает технику выполнения упражнений, контролирует, как они сдают нормативы. А также лично показывает, к какому уровню физической подготовки должны стремиться молодые ребята. Своим примером показываю, как нужно выполнять все виды испытания нормы комплекса ГТО. Я уже почти закончил, у меня осталось несколько испытаний. Значит, это десятая ступень, в которой, значит, я думаю, что получить золотой знак. Фестиваль ГТО в парке Гагарина собрал любителей спорта всех возрастов, у каждого из которых свои нормативы для достижения золотого знака. Всего нормы сдавали несколько сотен человек, от самых юных до тех, кому уже за 60. Для горожан были доступны беговые дорожки, стрельбище и несколько площадок, где можно было сдать силовые упражнения, такие как отжимания, подтягивания, поднятие корпуса, прыжки в длину и подъем гири. В последние годы уделяется очень большое внимание развитию физической культуры и спорту, выполнению федеральных проектов «Спорт. Норма жизни» по увеличению численности занимающихся физической культурой и спортом. И, конечно же, фестиваль, не фестиваль, а всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» является одной из составляющих всех этих мероприятий. Сдать нормы можно не только на сезонных городских фестивалях. В городе работают 13 муниципальных центров тестирования, которые круглый год принимают желающих сдать необходимые нормативы, показать свой уровень физической подготовки и подтвердить его значком из золота, серебра или бронзы. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Самарская женская команда по хоккею «Стальные лисы» вернулась с казанского женского турнира, где заняла третье место. Для любительниц этой игры, простых бухгалтеров и менеджеров – это достижение. До этого они уже несколько сезонов играли в Самарской любительской лиге. И награды им не доставались, так как приходилось выступать против мужских команд. О новых впечатлениях «Лисичек» – репортаж наших корреспондентов. Нападающей женской хоккейной команды «Стальные лисы» Мария Дворянова никогда и не мечтала о спортивной карьере. Все началось, когда она отдала сына в хоккей. Потом этой игрой увлекся супруг, теперь вся семья в разъездах – кто на тренировках, кто на соревнованиях. Недавно Мария вернулась из Казани. Там они вместе с командой выиграли бронзовые медали на женском хоккейном турнире «Красота спасет мир». Турнир, ну просто уровня, я не знаю, когда мы, обычные учителя, медики, менеджеры, почувствовали себя реально звездами хоккея. Просто вот это вот ощущение, оно бомбическое. Мы знали, что это будут сложные игры, что на победу рассчитывать вряд ли стоит. Мы ехали пробовать, просто получить вот этот колоссальный опыт. Самарским «Стальным лисам» на турнире в Казани пришлось не сладко. Сначала они проиграли «Ангелам Кирова» 0-6, затем не устояли перед местными «Пантерами» 1-11. И, наконец, победили «Амазонок» из Чебоксар 7-0. В итоге третье место на пьедестале почета. Такие турниры – это хорошая возможность нам посмотреть, как мы выглядим на фоне других девочек, поэтому это всегда интересно. И я считаю, что мы выступили очень достойно. И с лидерами побились, и, в общем, тех, кого должны были обыграть, обыграли. На достигнутом «Стальные лисы» останавливаться не собираются. Уже летом они ждут в гости в Самару на товарищеские матчи соперниц с казанского турнира. У нас девчонки все задорные, несмотря на любой возраст. Все активные, все хотят участвовать, хотят играть и развивать именно свой любительский уровень. «Стальные лисы» – единственная женская хоккейная команда в Самаре. Поэтому набираться опыта девушкам приходится соревнуясь с мужской любительской лигой. В этом сезоне команда заняла в городском турнире 8-е место из 13 возможных. Поборолись в первом круге плей-офф, но проиграли чемпионом регулярного сезона команде «Пиранье». Девушки не расстраиваются, а мечтают, что когда-нибудь в Самаре будут проходить хоккейные соревнования среди женщин. Федерация хоккея уже готова помочь реализовать спортсменкам грандиозные планы. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самары ГИС» – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В регионе начинает действовать новая мера соцподдержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новый механизм получения жилья позволит детям этой категории, достигшим возраста 23 лет и старше, получить социальную поддержку в виде жилищного сертификата, информирует в своем телеграм-канале городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. Сертификат даст возможность приобрести жилое помещение в любом муниципальном образовании. В 2022 году из областного бюджета на эти цели предусмотрено 45 миллионов рублей. Телеграм-канале Кировского района сообщает, что продолжается голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 2023 году. Отдать свой голос до 30 мая этого года можно на сайте 63.городсреда.ру. Необходима авторизация через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». От Кировского района в голосование участвует сквер по Забчуниновскому шоссе. Турнир «Высший класс» в рамках федерального проекта «Детский спорт» состоялся в Самарском районе областного центра, говорится в телеграм-канале администрации Самарского района. Родители школьников мерились силами в стритболе, футболе и черспорте. В соревнованиях собрали десятки участников и зрителей. Победные места разделили между собой 3-й гимназии и 63-я школа Самары. Решающие соревнования, в которых сойдутся родители всех школьных команд города, пройдут 29 мая. В телеграм-канале администрации города «Вести с Дворянской» в рубрике «Красивая Самара» гостей и жителей города приглашают посмотреть на один из самых необычных и забавных памятников города. Памятник пользователю интернета, представляющий собой обезьяну с клавиатурой в руках. По замыслу авторов она является символом развития и гибкого ума и с легкостью постигает новые технологии. Поэтому обезьяна покровительствует системным администраторам и всем пользователям интернета. Скульптура расположена на московском шоссе рядом с ботаническим садом. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин